Особое внимание на собрание активов было уделено информационным технологиям, развитию города и реализации проекта Smart City. Стало известно, что совсем скоро во всех общественных местах у горожан появится возможность пользоваться бесплатным интернетом. Также Мурат Мухаев рассказал, что люди стали более внимательны к правонарушениям. Уже 23 тысячи пользователей скачали приложение «Народный контроль» и активно сообщают о нарушениях. С помощью умных технологий можно добиться широкого спектра целей по развитию города, в том числе улучшить качество жизни, повысить инвестиционную привлекательность и эффективность управления городом, сократить потребление ключевых видов ресурсов. Многие из умных технологий уже зарекомендовали себя в других больших городах мира и приносят ощутимый эффект для их жителей и гостей. Об этом говорит и президент страны в своем послании народу Казахстана. По расчетам экспертов Международного агентства МакКинси, к 2030 году в мире будет порядка 600 умных городов. Уральск уже начал постепенно им становиться. Также в своей статье лидер нации затрагивает и другие сферы, например, развитие агропромышленного комплекса. Президент не впервые подчеркивает, что отечественная сельскохозяйственная наука переживает не лучшие времена. Часто научные исследования, слабо привязанные к реальному производству, не находят применения и спроса. Задача, поставленная перед научным сообществом, заключающаяся в трансферте новых технологий и их адаптации к отечественным условиям, вполне понятна и актуальна. Развитые аграрные страны на десятки лет опережают по уровню энерговооруженности, способны использовать природный потенциал и преодолевать природно-климатические ограничения с целью получения высоких показателей производительности труда и выхода продукции с единицы площади. Использование зарубежного опыта, адаптированного к местным природно-климатическим и экономическим условиям, позволит на современном уровне определить потенциальные возможности региона, приоритетные направления развития и повысить аграрную культуру, говорят специалисты. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.